здравствуйте ребята я рада приветствовать вас на уроке биологии в седьмом классе сегодня мы с вами продолжим изучать представителей царства животных сегодня мы с вами поговорим о следующем классе позвоночных животных мы с вами поговорим о классе птиц сегодня на уроке мы с вами должны будем изучить особенности строения из и среду обитания птиц птицы это третья группа животных освоивших активный полет сначала воздух подняли нас и поднялись насекомые потом в мезозойскую эру к ним присоединились летающие ящери птерозавры а в наши дни птицы стали лидерами среди летающих позвоночных животных около 50 миллионов лет назад на планете земля существовали гигантские птицы великаны одна из них диатрима диатрима достигала высотой двух метров ее голова была размером с голубя крылья недоразвиты массивный острый клюв и мощные ноги говорили о том что диатрима то хищная птица в 1877 году в баварии были обнаружены останки первой летающей птицы археоптерикса на сегодняшний день на планете земля более 9 тысяч видов птиц самая большая птица африканский страус высота этой птицы два метра семьдесят сантиметров а вес достигает 90 килограмм самая маленькая птица калибри весит до полутора грамм на территории кыргызстана обитает триста шестьдесят пять видов птиц к ним относятся водоплавающие птицы горный гусь обитающий на озере санкуль и четверкуль горный гусь это птица которая занесена в красную книгу кыргызстана водоплавающим птицам кыргызстана также относятся серпоклюв и лебедь городские птицы деревенская ласточка стриж и козадой ласточка и стриж это самые быстрые птицы прибрежным птицам кыргызстана относятся аист журавль и аляпка аляпка небольшая птичка характеризуюсь характеризующиеся тем что питается она мелкими беспозвоночными животными и может под водой в поисках пищи проводить до 30 секунд хищные птицы орел бородач орлан белохвост и гордость нашей республики беркут хищным птицам кыргызстана также относят филина сыч сокол и снежный гриф теперь давайте мы уже поговорим о особенностях строения и жизнедеятельности данных животных орнитология это наука изучающая птиц птицы покрытые перьями яйцекладущие позвоночные животные передние конечности которых превращены в крылья птицы являются теплокровными животными температура их тела всегда высокая и они активны независимо от изменений условий окружающей среды способность передвигаться в воздухе теплокровность и другие особенности строения и жизнедеятельности дали птицам возможность широко распространиться на планете земля некоторые птицы освоили водный образ жизни утратили способность полета и их крылья превратились в ласты гигантские сухопутные птицы тоже не способны летать при прибеге их крылья используются в качестве балансира но большинство птиц все-таки способны к полету теперь пожалуйста запишите в вашу тетрадочку классификация птиц класс птицы делится на три больших над отряда над отряд типичные птицы это килигруды и летающие птицы птицы способны летать над отряд страусовые бескилевые или бегающие птицы и над отряд плавающие птицы к ним относятся пингвины тело птиц покрыто перьями кожа сухая лишенная желез у основания хвоста имеется единственная копчиковая железа если мы посмотрим с вами на внешнее строение птицы то тут хорошо выделяется голова шея туловище и конечности рассмотрим строение головы птицы на голове птицы имеется глаза слуховые отверстия язык надклювие подклювие и ноздри надклювие и подклювие это роговые чехлы одевающиеся на клюв птицы они менее твердые чем зубы но имеют и свои преимущества надклювие и подклювие растут всю жизнь и способны самозатачиваться в связи с тем что в процессе эволюции птицы утратили зубы надклювие и подклювие выполняет определенную функцию во первых с помощью клюва птица способна питаться с помощью клюва птицы строят гнезда с помощью клюва птицы чистят оперение кроме того клюв служит для защиты и угрозы многие птицы заглатывают пищу целиком а другие предпочитают ее разделывать и размельчать и это измельчение птицы осуществляют с помощью клюва разнообразие клюва у птиц связано с разнообразной пищей у колпицы клюв пинцет с расширенным концом чтобы ловить без позвоночных мутной воде у речной утки пластинки в клюве образуют сито для процеживания воды у водореза клюв щипцы для ловли птиц с воздуха у цапли клюв гарпун для ловли рыбы сквозь воду а у шелоклювки клюв пинцет чтобы собирать позвоночных с поверхности воды у основания надклювья расположены ноздри а по бокам головы крупные глаза ближе к затылку скрыты ушные углубления на дне которых располагаются внутренние перепонки тело птиц покрыто перьями перья делают тело обтекаемым и обеспечивают полет по своему назначению перья делятся на на полетные перья это маховые и рулевые накроющие перья когда птице холодно она распушает оперение уменьшая его теплопроводность а когда птице жарко она наоборот прижимает оперение увеличивая теплопроводность перо это роговое образование у птиц встречаются следующие виды перьев маховые перья рулевые перья покровно-контурные перья и пуховые перья пожалуйста виды перьев перенесите свою тетрадь строение пера птицы центральной частью пера является стержень нижняя часть стержня покруженная в кожу носит название очень на стержне располагается опахала опахала состоит из бородок первого и второго порядка бородки первого и второго порядка цепляясь между собой образуют единую поверхность опахала пожалуйста строение пера птицы перенесите в свою тетрадь если мы рассмотрим расположение перьев на крылья птицы то можно выделить первостепенные маховые перья и второстепенные маховые перья маховые перья создают летательную поверхность крыла конечности птицы разнообразие ног у птиц связано с разнообразным образом жизни фазан ходит по земле на трех крепких пальцах с упрощенными когтями длинные крестообразные раскинутые четыре пальца цапли удобно для передвижения по топким болотам воробей охватывают ветки длинными гибкими пальцами с острыми когтями а дядя лазит по стволам деревьев цепляясь когтями пальцев расставленных попарно очень интересно устроены конечности у страуса мощные ноги страуса позволяет ему бегать по твердому грунту у страуса из два пальца редуцированы и печь поэтому конечности у страуса двупалые вы суха плавает грибе пальцами каждый из которых снабжен отдельным складчатым веслом такое строение конечности у лысухи позволяет ей не только плавать но еще и бегать по поверхности воды птицы очень часто и подолгу стоят на одной ноге они могут даже спать стоя столь совершенно устроена их конечности в связи с тем что передние конечности птиц видоизменены в крылья ноги у птиц часто на себя берут их работу например попугай с помощью лапы подносит пищу клюву и удерживает ее до тех пор пока обрабатывает ноги не птиц помогают им ухаживать за оперением а некоторые хищные птицы с помощью ног ловят умерщвляют и уносят добычу скелет птицы рассмотрев скелет птицы мы видим что скелете птицы выделяют скелет головы скелет туловища и скелет конечностей скелет птицы легкий прочный кости полые это все является приспособлением полету теперь мы с вами поговорим о рим внутреннем строении птиц в полости тела птицы располагаются следующие системы органов кровеносная система дыхательная система пищеварительная система нервная система выделительная система и половая система пожалуйста системы органов птицы перенесите в свою тетрадь. Начнем мы с вами с кровеносной системы. Кровеносная система птиц состоит из сердца и сосудов. Сердце птицы разделено на две несообщающиеся между собой половины, на правое и на левое. Каждая половина сердца в свою очередь делится еще на предсердие и желудочек. Таким образом, сердце у птиц четырехкамерное. Для птиц характерно наличие правой дуги аорты. У птиц два круга кровообращения. Кровеносная система замкнутая. Интенсивность работы сердца в покое до 300 ударов в минуту, а в состоянии полета до 500. Дыхательная система. Дыхательная система птиц является самой совершенной системой, которая есть вообще у животных. Дыхательная система птиц состоит из носовой полости, гортани, трахеи, бронхов, легких и воздушных мешков. Воздушные мешки в сочетании с легкими обеспечивают двойное дыхание. Птицы используют двойное дыхание только при полете. Первое. Воздушные мешки охлаждают тело птицы во время полета. Воздушные мешки облегчают вес тела птицы. И благодаря воздушным мешкам идет лучшее усвоение кислорода птицы. Пищеварительная система. По способу питания все птицы являются гетеротрофами. Процесс пищеварения у птиц протекает очень быстро. У мелких птиц он занимает около 10 минут, а у крупных птиц до 30 минут. Пищеварительная система птиц имеет следующие органы. Рот, глотка, пищевод, зоб, желудок. Желудок птиц и состоит из двух камер. Железистый желудок и мускульный желудок. Железистый желудок выделяет пищеварительный сок, а в мускульном желудке происходит перетирание пищи. В связи с тем, что птицы в процессе эволюции утратили зубы, птицы вынуждены заглатывать мелкие камушки, которые, находясь в мускульном желудке, выполняют роль зубов, перетирая и измельчая пищу. Вслед за желудком идет кишечник, состоящий из тонкой кишки, толстой кишки. Пищеварительная система птиц заканчивается клакой. У птиц очень хорошо развиты пищеварительные железы. К пищеварительным железам птиц относят печень с желчным пузырем и поджелудочная железа. Протоки печени и поджелудочной железы у птиц впадают в 12-перстную кишку. Нервная система птиц. Нервная система птиц состоит из головного и спинного мозга. От спинного мозга отходят нервные окончания, которые образуют периферическую нервную систему. Головной мозг птиц очень хорошо развит. Головной мозг птиц состоит из пяти отделов. Передний мозг, средний мозг, продолговатый мозг, промежуточный мозг и мозжечок. У птиц лучше всего развит мозжечок. Кроме того, полушария переднего мозга птиц покрыты корой, отвечающей за поведение и инстинкт птиц. Выделительная система птиц состоит из почек и мочеточника. У птиц мочевой пузырь отсутствует. Отсутствие мочевого пузыря – это тоже приспособление к полету для облегчения веса птицы. Жидкие продукты жизнедеятельности у птиц удаляются через клоаку. Половая система. Птицы – раздельно полые животные. Следовательно, у них есть самцы и самки. Половая система самцов состоит из семенников и семипроводов. А половая система самок включает в себя яичник, воронку яйцевода, яйцевод и рудимент правого яйцевода. У птиц имеется только левый яйцевод. Именно поэтому птицы могут откладывать не более одного яйца в сутки. И отсутствие правого яйцевода – это приспособление птиц к полету для облегчения массы тела. Для птиц характерно внутреннее оплодотворение. Размножаются птицы, откладывая яйца. Если мы рассмотрим внешнее строение яйца, то яйцо снаружи покрыто плотной известковой скорлупой. Под скорлупой находится подскорлупная оболочка. Между скорлупой и подскорлупной оболочкой имеется воздушная камера. В воздушной камере есть запас воздуха для того, чтобы птенец сделал вдох перед тем, как вылупится. Центральная часть яйца – это желток. Желток – запас питательных веществ. Тот запас, которым будет питаться птенец в период его эмбрионального развития. На желтке располагается зародышевый диск. Все внутреннее пространство яйца занимает белок. Желток крепится к противоположным концам яйца с помощью специальных канатиков, называемых хилазы. У птиц есть особые черты приспособления к полету. Первое. В полете нет ничего лишнего. Скелет легкий, кости полые, длинный, клюв легкий, зубы отсутствуют. Шейный отдел подвижен. Процесс пищеварения занимает до 30 минут. Наличие двойного дыхания. Совершенная система кровообращения и хорошо развитая нервная система. Типы развития птиц. Птицы бывают выводковые и гнездовые. Выводковые птицы. Птенцы рождаются зрячие, опушенные, питаются самостоятельно. К ним относятся куры, утки, гуси. Второй тип развития птиц это гнездовые птицы. Их еще называют птенцовые. Птенцы слепые, голые, очень долго находятся в гнезде. И таких птенцов родители вы должны выкармливать. К гнездовым птицам относятся воробьи, аисты, филины, соколы и беркуты. Группы птиц по дальности полета делятся на оседлых, кочующих и перелетных. Оседлые птицы зимуют в районах гнездования сорока, ворона, тетерев, воробей. Кочующие птицы странствуют в поисках пищи недалеко от гнезда синицы, сойки, грачи, дятла. И перелетные птицы улетают на зимовку в теплые края. Аисты, ласточки, скворцы и журавли. Значение птиц в природе и в жизни человека трудно переоценить. Значение птиц в природе. Птицы ограничивают рост растений, участвуют в опылении цветковых растений. Птицы способствуют распространению плодов и семян. Хищные птицы ограничивают численность других животных, таких как грызунов. И кроме того, птицы служат кормом для других животных, для других птиц, млекопитающих или пресмыкающихся. Значение птиц для человека. Промысловые и домашние птицы поставляют мясо, яйца, пух. Хищные и насекомоядные птицы уничтожают вредителей леса и сельского хозяйства. Птицы несут эстетическое и научное значение. Птичий помет – это прекрасное органическое удобрение. Мы с вами закончили тему класса птицы. Домашнее задание. Вам нужно прочитать параграф 45-46 и ответить на два вопроса. Первый вопрос. Какова роль перьевого покрова в жизни птиц? Приведите не менее трех значений. И второй вопрос. Это биологическая задача. Разные виды дятлов находят пищу в коре и под корой деревьев, раздалбливая ее долотообразным клювом. Благодаря чему дятлы во время добычи пищи прочно удерживаются на коре дерева. Наш урок с вами подошел к концу. До скорых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok